Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сегодня я вам расскажу о том, какие растения опасны для жизни наших питомцев. Без сомнений, присутствие живых цветов в нашем доме доставляет хозяевам множество радости, а и делает наш дом красивее. Но в тот момент, когда люди наслаждаются красотой цветов, животные наслаждаются их вкусом, могут их съесть. Конечно, существует перечень растений, которые не только вредные, но и опасные для жизни питомцев. В данной ситуации очень важно, чтобы в нашем доме были только безопасные и проверенные цветы. Какие же растения несут опасность для наших животных, мы сегодня вам и расскажем. Существует определенный перечень растений, которые наносят вред для вашего животного в момент соприкосновения. Это монстеры, дифибахи и другие, относящиеся к категории ароидным. Но список этих растений вы можете найти в общедоступной сети интернет. Конечно, когда ваше животное взрослое, скорее всего, такого не произойдет, потому что взрослых питомцев, как правило, растения особо не интересуют. Это может произойти только в те моменты, когда ваш питомец еще маленький, так как маленьких котят, например, очень интересует все происходящее. И они могут укусить данное растение в момент, например, игры. В тот момент, когда животное укусит даже небольшое количество листа данного растения, может произойти опухоль в арте, то есть рот опухает, может возникнуть рвота. Если попадет на слизистую глаз сок данного растения, то может возникнуть конъюнктивит. Это очень неприятно и очень тяжело излечивается. Поэтому следите за тем, какие цветы в вашем доме и как на них реагирует ваш питомец. Наверное, вам часто приходилось замечать то, как кошки или собаки поглощают зеленую траву. Чаще всего это происходит для того, чтобы очистить свой организм, помочь пищеварению. Для того, чтобы ваша кошка не трогала растения, лучше приобрести проросший овес или самостоятельно в горшочке просеять специальную траву. Но в данном случае у вашей кошки уже не будет потребности кушать домашние растения. Если все-таки не удалось вам избежать контакта с такими ядовитыми растениями, то срочно нужно оказать помощь вашему животному. Постарайтесь промыть кишечник вашей кошки, вызвать рвоту, чтобы все негативные вещества покинули организм вашего животного. Сделайте промывание. Если избежать контакта вашего животного с фредным растением не удалось, то необходимо сделать так, чтобы промыть слизистую желудка вашего животного. И в этот момент можно дать активированный уголь. Делайте это для того, чтобы вывести все негативные вещества из организма вашего питомца. Кроме этого можно вызвать рвоту, если только что животное съело. Возможно, в этот момент все эти вещества выйдут. Обеспечьте, чтобы у вашего питомца был постоянный доступ к свежей и чистой воде. Но это только первые меры, которые срочно необходимо предпринять. После этого необходимо питомца отправить как можно быстрее к врачу. Ведь именно от того, как быстро вы окажете первую помощь, может зависеть жизнь вашего питомца. Это все, что мы вам хотели сегодня рассказать. Подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.